Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко и сегодня мы с вами поговорим про ревер. Вы находитесь на моем канале, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и переходите по ссылочкам внизу, участвуйте там в конкурсах еженедельных, добавляйтесь в клуб. Каждую неделю с партнерами клуба мы разыгрываем в конкурсах какие-то педали, аксессуары, что-то интересное и иногда бывают очень классные большие призы. Просто проходите, прокачивайтесь, также там есть огромная база знаний из видео, из моих книжек и вы сможете также еще в конкурсах выигрывать крутые места на обучение у классных блогеров и преподавателей в РФ. Итак, сегодня мы с вами просто потестируем, я поиграю вам примеры, как звучат партии, которые я вот придумываю сходу без ревера и как они звучат с ревером. Потому что ревер творит чудеса, мы все с вами любим побаловаться с педалями и у меня есть несколько классных настроенных вот таких пресетов, которые превращают любые мои красивые нотки, потенциально красивые, в настоящие красивые нотки. Вот такой у меня реверочек, вы сами все слышали. И сейчас я просто попробую поиграть под рандомные треки какие-то с импровизированной партией и посмотрим, как они будут звучать, если на них наложить ревер. Такая скромненькая и неинтересная партия, но послушаем, как она теперь будет звучать с ревером. А теперь послушаем, как она будет звучать с ревером на неке. Возьмем теперь бейкинг трек с другим настроением, посмотрим, что можно сделать там. Возьмем пример Radiohead No Surprises. Там есть такая партия. Я иногда приводил пример в мастер-классах своих или каких-то видео уроках. И там как раз очень слышно, как она звучит просто в оригинале без эффектов и как она круто звучит с эффектами. И теперь добавляем реверочек. Редактор субтитров А.Семкин Вот таким волшебным образом партия звучит, если ее играть с ревером. Я знаю, что я неправильно играю, но суть остается та же. Суть-то в чем? Если правильно распоряжаться эффектом, то у вас все получится. Если эффектом изначально партия структурирована не очень круто, если эффектом распоряжаться неправильно, много его накручивать, с чем-то ненужным смешивать. Я вот поэтому не очень люблю, когда ребята используют эффекты чересчур. То тогда, если все классно, получается примерно вот так. Когда логичная партия, красивый звук и в итоге все складывается в единую такую приятную линию, гармоническую или мелодическую. Теперь вот такой ambient трек. Сейчас поиграю партию прямо из одной ноты. Прямо вот вы услышите, как она звучит просто на чистом звуке и потом с реверочком в формате такого ambient. Прямо вот вы услышите, как она звучит. Не знаю, возможно, конечно, у меня красиво сейчас получилось на чистом сыграть, но давайте посмотрим, во что это преобразится с ревером. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая история получается с ревером. Ревер у меня причем для концертной в основном истории. Он здесь такой густой, плотный, потому что дальше уже можно докручивать непосредственно в самой Digital Audio Workstation или там звукорежиссер себя на пульте это делает. Это как бы такая основа ревера. Я ее использую для того, чтобы дать уже последствия на постпродакшене, возможность человеку нарулить, как ему удобно. И вот так партия преображается. Пишите, понравилось вам или нет. Если хотите ревера выигрывать и в качестве педали их использовать у себя, неважно в каком регионе вы живете, добавляйтесь в клуб по ссылочкам внизу. Мы разыгрываем каждую неделю педали, струны и другие аксессуары от партнеров клуба «Ряженка Гитар Клаб», а также выигрывайте места на обучение у крутых чуваков, а также прокачивайтесь по базе знаний, которые там есть у меня, мои собственные видеоуроки, курсы и книжки. И чаты, которые позволяют вам получить ответы на все вопросы. По ссылочкам внизу проходите, я вас жду. И всем классного воздушного ревера.